всех приветствую потихонечку пристраиваемся размещаемся поудобнее погода сегодня до соответствующие не располагающие к каким-либо прогулкам и прочему и надеюсь мы сегодня с пользой проведем вечер и поговорим на интересные темы точнее так мы начнем говорить на это интересные темы потому что вы находитесь на совместном лектории синхронизации и инвитро и соответственно несколько лекторов будут рассказывать о разных интересных вещах но я так надеюсь что интересно для вас будем начинать с темы постковидный синдром меня зовут алексей водовозов я врач медицинский журналист научный редактор в медицинском издательстве и занимаюсь вот уже два года считайте как раз этой самой коронавирусной тематикой находясь в глубине всех этих событий в гуще получая информацию с переднего края о научных исследованиях о событиях которые происходят и стараюсь этой информации делиться максимально не то что оправданно да аргументированно то есть показывая как это на самом деле выглядит и сразу скажу да что это очень непросто все о чем я сегодня буду рассказывать это тоже не мои личные придумки а это та информация которую мы на сегодня можем продвигать как научный консенсус более-менее значит сразу хочу сказать что будет и запись будет и презентация то есть все это будет доступно и самое главное что все вебинары этого цикла они бесплатны для слушателей и ко всей информации вы будете иметь доступ любое время я потом в конце еще скажу какие возможные варианты пока что сегодня мы общаемся на эту тему еще пару технических вопросов они отражены конечно в приветственном слове от нашего куратора сегодняшнего что вопросы мы задаем которые касаются темы сегодняшнего вебинара специальном чате он под знаком вопросы и мы туда и складываем я потом в конце прохожусь по ним и если я вдруг не ответил во время лекции я потом конечно после нее обязательно все это освещу также будут прикреплены точнее они уже прикреплены файлы презентации файлы видео всего остального вы можете либо потом их скачать либо сейчас это как бы не принципиально там находится вся информация которые сегодня будут делиться ссылки в том числе видео необходимые прочие прочие вещи ну что вроде организационно все это мы определились если вдруг какие-то проблемы возникают пишите куратору со стороны организаторов и технические вопросы обычно решаются очень быстро ну а я начну свой рассказ то пост к видным синдром это действительно очень непростая вещь о существовании которой мы более менее стали говорить уверенно только в двадцать первом году когда пришел коронавирус в двадцатом году то что у некоторых людей очень долгое время сохранялась различные самая различная симптоматика хотя вирус вроде бы уже покинул их организм это рассчитывалось как какой-то из вариантов ну просто человеку не повезло у него вот какое-то особое такое стечение обстоятельств в организме которые сошлись в одной точке и у него вот просто больше ни у кого нет а у него вот такая неудачная картина после того как у него был ковид еще что-то остается двадцать первому году мы поняли что в общем то это характерная черта для ковида поскольку это заболевание которое поражает весь организм не сосредотачиваясь в отличие от рвы например в верхних дыхательных путях мы получаем абсолютно всю симптоматику которая только может быть и на сегодня есть четкое понимание что да это отдельная патология да теперь у этой патологии есть свой код международной классификации болезней десятого пересмотра в одиннадцатом я думаю тоже останется и проблема выглядит следующим образом то есть что мы считаем пост ковидным синдромом во первых он как бы состоит из двух частей то есть наши англоязычные коллеги деле делят его на две части у нас в общем такого четкого разделения нет но тем не менее есть пролонгированный к вид это имеется ввиду что симптоматика сохраняется от 4 до 12 недель после клинической манифестации то есть вирус еще может быть сохранился может быть уже ушел то есть это как бы не принципиально ну да иногда в отдельных случаях когда есть проблемы с иммунитетом и прочие вещи действительно вирус даже может еще определяться некоторое время но все-таки 12 недель это довольно длительный период и у подавляющего большинства людей он уже не выделяется но симптоматика есть это примерно три четверти переболевших а еще у четверти переболевших вот такая проблема то есть все сохраняется 12 недель и дальше то есть от 12 недели манифестации и дальше причем дальше это не очень понятно куда то есть очень непонятно когда это закончится через какое время и существующие на сегодня исследования не дают четкого ответа то есть здесь есть какие варианты 10 месяцев 12 месяцев это все пока что ограничено временным наблюдениям если говорить о течение болезни как таковой к вида да то есть вот мы на сегодня можем посмотреть что вот как раз с четвертой недели может находиться вот та самая часть уже длительная пролонгированная спецэффекты можно называть их как угодно да но и так при уже наличии отрицательного пациент с то есть скорее всего в подавляющем большинстве случаев не остается собственно вируса в этом отличие то есть у нас есть к вид и пост к видный синдром отличие в том что вирус уже не выделяется как я сказал в некоторых случаях да действительно бывают исключения но мы все-таки о них сегодня говорим мы говорим о подавляющем большинстве и если мы попробуем сложить всю симптоматику на одну инфографику например то мы выясним что действительно может быть до 66 симптомов в принципе даже у одного человека это изучалось в масштабных исследованиях на сегодня к сожалению слишком много переболевших которых мы можем объединить клинические исследования посмотреть как все это выглядело основное на что жалуются это слабость и снижение толерантности к физической нагрузке то есть что имеется ввиду это астенический синдром по сути мы с этим синдромом в общем-то сталкивались при других патологиях он действительно встречается но при том же гепатите а например при вирусном болезни боткина при некоторых других заболеваниях но при виде у него есть своя специфика то есть он просто очень длительный гораздо длиннее чем встречался при всех предшествующих ну хоть как-то похожих на ковид патологиях и еще одна вещь да то есть жалуются на слабость на астенический синдром причем как-то со стороны физики всей то есть и костно-мышечная система дыхательная система сердце прочее прочее так и со стороны психической деятельности то что называется когнитивное снижение или мозговой туман о нем мы поговорим отдельно так вот если мы все это сложим на инфографику то будет выглядеть примерно следующим образом как видите огромное количество самых разнообразных симптомов и чаще всего это симптома комплекс то есть там есть например в центре у нас находится слабость выраженная и вокруг нее и например потливость и потеря массы тела и в какие-то боли и ознобы и повышение артериального давления вот и куча еще всего чего-то другого как минимум один из перечисленных симптомов обязательно есть примерно у 80 процентов переболевших вопрос конечно выраженности вопрос в том насколько это мешает жизни насколько это снижает и качество жизни в том числе и насколько это отражается на остальных органах и системах почему это возникает мы не знаем до сих пор то есть есть предположение есть гипотезы есть ряд гипотез которых сегодня научное сообщество придерживается если бы мы знали точную причину мы уже могли бы на нее воздействовать прямо сейчас проблема в том что с постковидом мы боремся исключительно эмпирически то есть есть какие-то находки есть наработки связанные с астеническими состояниями при других заболеваниях и вот именно эти подходы мы пытаемся реализовывать да кое-что получается кое-что нет что мы примерно представляем себе о происхождении постковидного синдрома не исключено что это скорее всего будет комплекс причин одна из них например непосредственно прямая токсичность метаболитов вирусной активности но в первую очередь конечно в легочной ткани потому что там может находиться самое тяжелое поражение и с разрушением ткани и статокиновым штормом со всеми остальными вещами так вот последствия этого погрома виде токсинов да действительно они могут свое действие оказывать довольно длительное время есть такие случаи когда например или вирусы или бактерии запускают в нашем организме какой-то патологический процесс сами уже погибают либо их мы убиваем либо они самостоятельно умирают но вот эти последствия остаются один из самых известных случаев это пожалуй коклюш у него второе название стодневный кашель почему так дело в том что бактерия который вызывает коклюш она сама по себе не сильно опасно опасен ее токсин она его вырабатывает этот токсин проникает в дыхательные центры головного мозга и постоянно в общем замыкает там несколько контактов и постоянно идет сигнал то есть по крайней мере воспринимается мозгом так что у нас что-то инородное есть дыхательных путях то есть нужно кашлять и вот этот патологический кашель который может длиться до трех месяцев он никак не связан с бактерией она уже давно умерла ее нет уже но вот тот токсин который проник головной мозг он включил механизм который выключается очень нескоро похоже что то же самое с ковидом и воспалением то есть ковид запускает воспалительную реакцию во всех уголках нашего организма он есть везде где есть кровеносные сосуды соответственно там и запускается воспалительная реакция не исключено что это еще один еще одна из возможных причин далее все что касается сосудов и снабжение кислородом питательными веществами всем остальным как я и сказал действительно к вид можно наверное с такими с натяжками назвать массивным поражением микрососудистого русла с тромбозами со всеми остальными неприятными вещами и да действительно у нас во всем организме ну за исключением конца ногтевых пластинок и конца волос у нас везде есть кровеносные сосуды где есть кровеносные сосуды там будут последствия и что еще это удар по ангиотензин рениновой системе поскольку наш организм работает на регуляторных белках на рецепторах в том числе к ним есть у нас такой рецептор ангиотензин превращающего фермента 2 apf2 думаю вы уже знаете эту аббревиатуру именно к этому рецептору крепится коронавирус проникая в нашу клетку но изначально-то этот как раз этот комплекс до задуман для того чтобы регулировать артериальное давление и получается так что поломка еще и в этой системе происходит и очень часто пост к вид это либо нарушение ритма либо повышение артериального давления либо сердечная недостаточность либо вот это все вместе и это тоже отдельная отдельный набор гипотез касается головного мозга потому что вот этот мозговой туман который возникает у переболевших действительно неприятная ситуация ее сложно опять же объяснить какой-то одной причины скорее всего да и воспалительный процесс в том числе запускается в головном мозгу и долгое время он там тлеет первое второе не исключено что могут возникать какие-то аутоиммунные поражения потому что действительно вирус конкретно этот вирус может запускать и аутоиммунные процессы в нашем организме с атакой например миелиновых оболочек нервов и нейронов тогда мы получаем и поле нейропатии различные и например аутоиммунное поражение головного мозга может быть связано и с этим в том числе но нарушение кровообращения я уже сказал что они есть и еще одна очень интересная вещь которую нашли но в основном для мозга показали но я не исключаю что это и в остальных участках нашего организма проблемы с созданием достаточного количества тф что такое тф это наша основная энергетическая молекула мы на этом работаем это нашего топлива наш бензин так вот получается так что иногда человек идет идет у него раз а то я просто кончается и дальше не шагу ступить нужно сесть отдохнуть продышаться все остальное не головой нормально поработать не все остальное не исключено да что это еще одна из возможных гипотез объясняющих происхождение пост к вида но на самом деле конечно их очень много этих самых возможных механизмов я просто покажу не обязательно вчитываться во все эти тонкости я просто покажу насколько они сложны то есть идет и поражение в том числе легочной ткани и там идут структурные изменения в том числе и изменение активности местных иммунных сил то же самое касается абсолютно всех мышц и сердце у нас тоже состоит из мышцы соответственно отдельно миокардит при к виде и при пост к виде это вещь довольно распространенная как и миостынея как и миалгии то есть боли в мышцах и все остальное далее это касается и например нервной системы причем как периферической так и центральной здесь есть и различные воспалительные реакции здесь есть и нарушение вегетативной функции в том числе из-за воспаления и из-за сбоя передачи информации то есть как видите мы можем на сегодня примерно объяснить как это все работает вот на таких вот мельчайших уровнях но мы не можем назвать главную какую-то причину и на нее воздействовать например потеря обоняния происходит из-за того то мы устраняем эту причину обоняние вернулось такого нет и всего остального к сожалению тоже что мы на сегодня имеем результаты наблюдательных исследований то есть мы можем сказать что вот мы проанализировали госпитализированных это важно то есть не всех переваливших вообще только госпитализированных и мы можем сказать что чаще постковид развивается у женщин у людей старшего возраста это 50 плюс и на каждые 10 лет накидывается еще примерно три с половиной процента вероятность следующие это люди у которых в первую неделю манифестации к вида было пять и более симптомов что это означает повышенная температура головная боль потеря обоняния мышечная слабость и например я не знаю в том числе диаре вот вам пять проявлений со стороны к вида это увеличивает риск того что будет сформирован постковидный синдром далее бронхиальная астма как фоновое заболевание курение и избыточная масса тела или клинически выраженное ожирение но опять же это не четкие предикторы мы не можем сказать что у этого человека разовьется постковид а у этого нет есть такие случаи когда тяжело перенесший к вид человек после этого больше никак о нем не вспоминал и возраста довольно пожилого скажем так и сопутствующие заболевания и все остальное но постковидного хвоста не было а есть молодой человек вроде бы здоровый так сказать и сильные все остальное перенес в легкой форме но потом у него целый год за ним тянется этот хвост и ничего с ним сделать нельзя на сегодня такая чистая чистой воды русская рулетка кому что повезет если мы попробуем сгруппировать все симптомы постковида получится вот такой вот набор опять же мы его можем разделить условно на три большие группы первое это все что касается касается физических возможностей человека что имеется ввиду это слабость возникающая одышка кашель падение сатурации то есть снабжение крови кислородом второе о чем мы можем сказать это нарушение обоняния искажение запаха трудности с глотанием например в том числе и третье это то что мы называем мозговым туманом давайте посмотрим что с этим всем делать хотя бы по частям мозговой туман одна из самых сложных наверное частей постковидного синдрома потому что голова в принципе предмет темное изучению не подлежит как говорили формуле любви но здесь накладывается еще и масса интереснейших нюансов которые связаны с именно с к видом то есть надо сразу сказать что это очень такое очень четкое отдельно стоящее поражение которое не характерно для других патологий деменции мы знаем они существуют самые разнообразные и инфекционного генеза в том числе и сосудистого и альцгеймер и прочее прочее то есть эти вещи есть но к вид в этом смысле на них не похож совершенно надо сказать что в основном от мозгового тумана страдают люди молодые то есть медианный возраст скажем 49 лет а если мы говорим об альцгеймере например это 70 и выше медианный возраст будет и самое главное что это очень очень длительный процесс одно из исследований которые сегодня цитирую она показала что мозговой туман сохраняется примерно в среднем семь с половиной месяцев после переболевания и страдают абсолютно все функции то есть весь набор в большей степени страдает память как функция записи память так и функция считывания этой информации из памяти снижается скорость обработки информации ухудшаются исполнительные функции что такое исполнительные функции которые управляют другими функциями ну например планирование это сложная функция до которая включает себя сразу несколько более не ниже лежащих то есть подчиненных функций и снижение вербальной беглости то есть что это такое ну например вас просят назвать абсолютно всех живых существ на букву c вы называете цаплю и все на этом не вспоминайте что существует цене например это такая медуза в арктике в арктических водах обитающие что есть циклопы это такие маленькие рачки ими рыб кормят есть куча совершенно интересных живых существ до которые называются на c не только цапля и вот вы может быть даже их можете описать но название не вспомните то есть из головы не вытащить вот это называется снижение вербальной беглости человек зачастую ловит белый лист то что называется это термин в принципе такой музыкальный да то есть когда певец внезапно забывает слова бывает такое но здесь белый лист могут ловить специалисты любых направлений то есть и учителя и врачи и многие коллеги которые перенесли к вид к сожалению в постковидном синдроме но например хирурги кардиохирурги нейрохирурги были вынуждены попросить чтобы их отстранили на время от выполнения операции но они просто утратили некоторые навыки моторные не просто не помнили последовательность операции даже такие вещи были если говорить о подходом к реабилитации то одна из самых больших проблем как бы это странно не звучало это питание ну вроде бы что такого страшного происходит но подумаешь исказился вкус подумаешь пропало обоняние подумаешь там сухость во рту и прочие вещи на самом деле это очень сильно осложняет жизнь в принципе саму по себе поскольку мы должны питаться каждый день и от нашего питания очень сильно зависит здоровье не только желудочно-кишечного тракта но и всего организма в целом и качество жизни в том числе зависит получается так что питание это один из столпов на самом деле и нашего существования как бы это так странно не звучало и подхода к реабилитации к посткобидной в том числе обоняние пожалуй одна из наименее значимых наверное потерь с одной стороны у меня например есть несколько знакомых их четыре человека которые после перенесенного к вида бросили пить они были вынуждены это сделать потому что спиртное на на дух не переносили ни вкус ни цвет что называется ну не запах конечно им были абсолютно неприятны и конечно они страдали от этого но завязали я бы сказал что это наверное единственное положительное со стороны к вида что вообще удалось найти во время этой пандемии а в остальных же случаях это существенно затрудняет питание и составление рациона сейчас и так в общем не просто у нас всякие там галлопирующие инфляции и прочие прочие вещи а тут еще и мы например не можем есть белковую пищу такое бывает то есть любая белковая пища независимо от того она растительного происхождения животного происхождения и здесь она пахнет отчетливо пахнет сероводородом просто ну невозможно есть пахнет сероводородом возникает рвотный рефлекс все плохо другой вариант хорошо предположим мы будем есть растительную пищу ну не богатую белками не обязательно какой-нибудь бобой мы будем есть что-нибудь попроще все равно не получается потому что в некоторых случаях утрачиваются ощущения связанные с растительной пищей то есть никакого вкуса нет никакого запаха нет вообще ничего нет кроме ощущения текстуры то есть человек ест вату просто разной текстуры получается так и это действительно очень затрудняет жизнь поскольку ковид не единственное заболевание которое умеет так делать ну правда единственное которое умеет так надолго устраивать проблемы то есть такой подход называется альфакторная тренировка что это означает мы берем например четыре знакомых аромата максимально знакомых чтобы они точно были человеку известны это ну например мята кофе лимон апельсин это думаю все знают мы берем их например в виде таких ароматических масел эфирных масел в виде бутылочек и два раза в день мы их нюхаем но не просто так то есть вот открыли бутылочку мы ее нюхаем закрыв глаза и представляем себе мысленно все что связано с этим продуктом то есть например что вы готовите кофе как это выглядит как вот это все то есть вы пытаетесь выстроить обходные пути в головном мозгу дополнительные то есть основные повреждены что там с ними не очень понятно поэтому будем строить объезд этот объезд мы можем строить при помощи других сигнальных систем то есть мы воспринимаем эту информацию и потом подключаем то что мы знаем об этом аромате начинаем выстраивать новый путь и да скажем в течение трех месяцев мы это вынюхиваем затем берем следующие четыре аромата опять же нам максимально знакомые и вот это все продолжаем 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 для некоторых это подходит для некоторых нет у некоторых восстанавливается обоняние у некоторых нет у некоторых не восстанавливается целиком к сожалению таких людей довольно много а у некоторых она немножечко становится искаженной картина вот это запаховое мира то есть есть какие-то основные грубые запахи А вот какие-то тонкие оттенки пропали напрочь. И были даже сообщения о том, что в Шотландии один из специалистов по виске, как раз Сомелье, то есть человек, который в том числе и аромат определял, и все остальное, он закрылся на два года, чуть ли не в бункере, что-то в этом роде, то есть полностью изолировался, опасаясь, что он потеряет свой нюх уникальный. Действительно есть такие люди, с гиперосмеей то, что называется. Так вот, не исключено, что кобид мог нанести ему несовместимые с его профессией повреждения. Что еще? Одышка. Это действительно большая проблема, то есть люди начинают, например, какую-нибудь простейшую вещь выполнять, ну, например, готовят еду. И все, вот у него одышка возникает, он уже не может потом больше ничего делать, уже не до приготовленного обеда совершенно. Ему тяжело. Нужно сесть, нужно отдышаться, прийти в себя и все остальное. Иногда все настолько плохо, что одышка возникает непосредственно во время приема пищи. Что с этим делать? Ну, во-первых, мы дробим. То есть мы используем тактику, та, которая используется при некоторых заболеваниях железо-жизо-кишечного тракта. Ну, при язвенной болезни, при хроническом эхолитистите, то есть дробное питание. Мы разбиваем на небольшие порции, так, чтобы их можно было легко съесть, не особо напрягаясь. Далее. Питье. Это тоже нагрузка. Как бы это страшно ни звучало, но в некоторых ситуациях она тоже оказывается нагрузкой. Поэтому питье мы как бы относим отдельно. Мы едим отдельно, пьем отдельно. И, может быть, имеет смысл на время перейти на пищу более мягкую. То есть крем-супа, например, пюре или что-то в этом роде. Понятно, что жевать стейк будет затруднительно. Следующий подход, который относится к сухости во рту. Ксеростомия – это тоже известная вещь. Встречается при массе заболеваний. Но при ковиде, в том числе, оно как бы вносит вклад в общую картину, затрудняя, в принципе, глотание. То есть человек вроде бы прожевал, а проглотить никак. Да, здесь мы используем, опять же, известные проверенные тактики. Это по дому расставляются бутылочки с водой. Небольшие, которые 0,5. И как только вы проходите мимо, видите ее, проходите мимо, делайте один глоток, например. Это помогает оставлять рот увлажненным, слизистую увлажненной и действительно сохранять ее функциональность. Сейчас, вот именно в этот период, мы сейчас говорим о периоде реабилитации, лучше пользоваться действительно, как я уже говорил, более мягкой пищей, во-первых. А во-вторых, активно использовать те же соусы, те же йогурты, сливки, то есть прочие вещи, которые работают как смазка. И вот здесь как раз триумф жевательных резинок, потому что они отлично срабатывают как средство для стимуляции именно выделения слюны. Понятно, что рассасывать можно хоть пуговицу, эффект будет один и тот же. Но можно использовать любые леденцы, лучше, конечно, без сахара. Можно использовать жевательные резинки, опять же, без сахара. То же самое помогает вырабатывать достаточное количество слюны. Далее. Слабость во время приема пищи неоднократно приходилось и видеть в том числе, и слышать о том, что начал есть, а сил не хватило доесть. Или приготовил еду, а съесть уже сил нет. Да, такие варианты, к сожалению, есть. Поэтому мы стараемся не торопиться во время еды. Первое. Второе, как я уже говорил, мягкая влажная пища. И третье. Вот сейчас, опять же, триумф доставки готовых продуктов. То есть, временно откажитесь от готовки. Если вы, например, готовили или целиком из сырых продуктов, или из полуфабрикатов, или еще из чего-то, на время реабилитации не исключено, что придется перейти на готовые блюда, просто чтобы не тратить силы и время на это. Запоры – вещь, о которых, в общем, как-то не принято говорить с одной стороны, а с другой стороны – это гигантская проблема. Просто потому, что длительный запор, он добавляет еще своих нот, скажем так, вот в эту не самую прекрасную картину. Если каловые массы застаиваются в кишечнике, начинают всасываться всякие токсичные вещества, имдолы, скотолы и прочее, прочее, и, да, у людей развивается и дополнительная слабость, дополнительная головная боль и все остальное тоже. Поэтому с запорами тоже надо бороться. Как вода, да? То есть я уже говорил про тактику маленьких бутылочек во всей квартире. Это еще и одновременно средство борьбы с запорами. То есть достаточная гидротация – это то, что нам надо. Далее. Клетчатка. Нерастворимая желательно, да, то есть пищевые волокна, то, что называется нерастворимые, орехи какие-нибудь, зерновые вещи, хлопья, фрукты, овощи – все это, помимо того, что оно имеет неплохую питательную ценность, это еще работает как, во-первых, калообразующие массы, да, то есть это именно из них потом будет состоять пищевый комок, первое, и второе, они стимулируют механорецепторы внутри нашей кишки. То есть запускают ту самую циркуляцию по кишечнику пищевого комка. И если вдруг вот это вот все не срабатывает, то не исключено, что придется пользоваться в том числе ослабительными, но они уже подбираются с врачом. То есть тут никакой самодеятельности желательно не проявлять. А что интересно, рацион изменится. То есть он будет направлен в сторону потребления довольно большого количества самых разнообразных питательных веществ. И некоторые из них были, в общем, ну, либо под запретом, скажем так, либо под большим знаком вопроса, нужно ли их включать в рацион. Сейчас ситуация иная, да, напоминаю, реабилитация. То есть мы восстанавливаем функциональность организма. И первое, что нам нужно, это, конечно, белки. Белки, причем все, и животные, и растительные, они отличаются и по составу, по биодоступности, по всему остальному. Поэтому рацион должен быть максимально разнообразным в смысле белков. Зачем нам нужны белки? Ну, во-первых, мы с вами белковая форма жизни. Мы состоим из белков. И это и регуляция, например, это и ферменты в том числе, это и антитела, например. Это тоже все белки. Мы работаем на белках и состоим из них. Поэтому источников белков должно быть много. Следующее. Молочные продукты. Это самые лучшие в смысле биодоступности кальций. Лучше ничего не придумали. Про яичную скорлупу это сказки. Сразу предупреждаю. Молочные продукты, мы с вами как млекопитающие, в принципе, заточены под то, чтобы получать максимальное количество кальция как раз из молочных продуктов. Они здесь нужны прям очень сильно. Но если вдруг есть непереносимость, мы можем использовать либо безлактозное коровье молоко, либо в том числе изменители молока растительные и все остальное. Мы можем это тоже применять. Ничего страшного в этом нет. Фрукты и овощи должны в обязательном порядке присутствовать в рационе. Да, я рассказал о том, что это и калообразующие вещи, и то, что это стимуляция механорецепторов, всего остального. Поэтому здесь желательно, чтобы мы обеспечивали организм полноценными овощами. Не обязательно соки. Ну, соки, вы знаете, соки в целом, в принципе, к ним отношение немножечко изменилось, потому что они все-таки довольно активны в химическом смысле. И для того, чтобы пить соки, особенно свежевыжатые, это нужно иметь прям железное здоровье и исключительно замечательно функционирующий желудок. А вот обычные уже готовые, то есть фрукты, овощи, цельные в салатах, например, либо в виде каких-то блюд и всего остального, да, это то, в каком они виде должны сейчас поступать в организм. И вот те самые ужасные продукты, крахмалосодержащие, от которых раньше рекомендовались держаться подальше. А сегодня нам нужна легкая энергия, потому что, как я сказал, с ней проблемы и с доставкой, и с запасом, и с оборотом. Поэтому и рисы, и картофели, и крупы, и макароны, и все остальное, и хлеб, пожалуйста, это все не запрещено, мало того, рекомендовано напрямую. Да, конечно, можно использовать, скажем, цельнозерновой хлеб, можно использовать, там, не знаю, предположим, те же макароны из муки грубого помола или что-то в этом роде. Это никто не запрещает. Но такие продукты в рационе должны быть. Далее. Активность. Вот с этим проблемы. Потому что, к сожалению, переход к активности в основном выглядит так, как вот в левой части слайда. Ковид действительно очень сильно затрудняет даже вроде бы привычную раньше физическую активность. У меня, к огромному сожалению, есть знакомые спортсмены, которые считали, что у них все хорошо. Ну, как, у них же ЗОЖ, правильное питание, спорт, иммунитет невероятный. Ковид об этом не знал, и поэтому сегодня они в лучшем случае могут пройти 2-3 километра, и на этом как бы все. А перед этим некоторые даже ездили на Ironman, соревнования триатлонистов. Поэтому здесь действительно очень непросто вернуться к предыдущему уровню активности. И есть несколько важных нюансов, которые этому мешают. Прежде всего, нужно понимать, что не получится вернуться вот так, что просто пришел в зал и начал тягать железо. Вот этого не будет. То есть это будет очень постепенное, очень медленное, проградиентное, то, что называется, восстановление. И подход должен быть именно таким. В противном случае мы имеем все шансы навредить организму. Далее. Стратегия малых дел. Это вот мы тоже здесь очень активно используем. То есть мы разбиваем всю свою нагрузку на какие-то маленькие дела. Даже внутри дома. Не обязательно делать генеральную уборку в один день. Мы ее можем разложить на неделю и проводить в разных комнатах понемножку. То же самое. То есть самое главное, что не переусердствовать. В данном случае организм нам этого не простит, к огромному сожалению. С одной стороны. С другой стороны, это не означает, что нужно сесть на диван и так сидеть. Нет. Нужно с него вставать. Да, нужно проходить. Немножко, хотя бы немножко. То есть небольшое количество метров, например, выйти на улицу, потом вернуться обратно, дойти до магазина, вернуться обратно. То есть еще одна стратегия называется микроактивность. Микроактивность. Она тоже засчитывается. Она тоже считается физической активностью. Ну и самое основное, наверное, чтобы человек не разочаровывался, чтобы он ставил перед собой достижимые цели. И поначалу это могут быть какие-то простейшие бытовые вещи. Например, дойти до холодильника, достать оттуда ингредиенты, сделать себе бутерброд и сварить кофе. Если вы эту цель выполните, вы будете ощущать такой прилив, я бы сказал, сил, веру в себя и все остальное. Я считаю, что да, вот вы поставили цель, вы ее достигли. Не важно, что она была маленькой. Следующая цель будет тоже маленькой, вы ее тоже достигнете. И вот так постепенно, постепенно, может быть, удастся вернуться к исходному уровню активности. Какие еще нюансы, что реабилитацией, именно в смысле физической, нужно заниматься с кем-то. И желательно, чтобы этот кто-то был гораздо более состоятельным в смысле физической активности, чем вы. То есть мог вас в случае чего доставить домой. Потому что, как я сказал, к огромному сожалению, энергия может кончиться внезапно. Или возникает приступ одышки, или возникает приступ по ритме, или еще что-то в этом роде. Не исключено, что, может быть, даже врачебная помощь потребуется. То есть нужно, чтобы на улице с вами кто-то рядом был. Если дома, например, у вас есть какие-нибудь простейшие тренажеры, ну, тот же степпер, например, то, опять же, тоже им можно пользоваться. Но, опять, аккуратно, очень аккуратно. Потому что я сейчас попозже расскажу, по каким признакам мы должны прекратить, например, любую физическую нагрузку. Однако, прежде чем сказать о именно упражнениях, нужно понять, что основная проблема-то кроется в дыхании. То есть не в невозможности переносить физическую нагрузку чисто мышечно. Ну, не всегда мышцы настолько страдают, что для них это становится просто невыполнимым. А вот дыхательная система подводит основательно. И, прежде всего, конечно, мы должны понять, что такое одышка. Потому что, если мы начинаем заниматься в зале, мы начинаем бегать, у нас учащается дыхание, это одышка или нет? Для того, чтобы понять, одышка это или нет, давайте определимся со следующими вещами. Если человеку, например, трудно подняться по лестнице на третий этаж, ему нужно где-нибудь на втором встать и, знаете, так основательно продышаться, и только после этого продолжить путь, это одышка. В том случае, если человек идет по парку, не особо торопясь, и вдруг ему нужно вот встать и продышаться, то есть остановиться, он не может дальше идти, ему нужно остановиться и продышаться. Это одышка. Далее, если человек вынужден занимать определенное положение, да, имеется в виду тело. То есть, например, он проснулся ночью от ощущения нехватки воздуха и упирается руками в край кровати. И вот так вот чуть-чуть подается вперед. Зачем это? А это для того, чтобы подключить дополнительную дыхательную мускулатуру. И за счет этого увеличить приток кислорода в крови. Это называется вынужденное положение. И да, это тоже одышка. Итак, да, вот тут хороший вопрос, что пульс при одышке увеличивается или нет. Это не всегда между собой связано. Но чаще всего, да, чаще всего они действительно вместе ходят. И если частота дыхательных движений уходит за 30, например, а пульс уходит за сотню, ну, мы можем считать, что да, это вместе и одышка, и тахикардия. Что у нас далее? А далее, как нам с ней справляться с этой самой одышкой? Потому что, да, мы поняли, что она будет присутствовать, но нужно же что-то делать. Во-первых, мы снижаем темп жизни. То есть, не бегаем, как раньше, в ускоренном темпе там или еще что-то в этом роде, а передвигаемся медленно, и вообще жить начинаем медленнее. Если у вас есть котики, спросите у них, как, они знают. Как я сказал, мы разбиваем задачи, крупные задачи на какие-то более мелкие. И делаем их по очереди. Мы в обязательном порядке отдыхаем. То есть, мы каждый час, да, желательно, чтобы мы хоть как-нибудь поактивничали, прошлись там или еще что-то в этом роде, даже в пределах квартиры, но и отдыхать тоже обязательно нужно. И не ставить перед собой невыполнимые цели. Не стараться работать на износ, что называется, да, через себя, там преодолеть, да какой же я там слабак, я тряпка и прочее. Нет, вы переболевший, поэтому, извините, у вас есть все основания для того, чтобы относиться к своему организму очень бережно, не нанося ему дополнительные повреждения. Это наша основная задача. Как можно быстрее восстановиться. Одна интересная вещь есть, которая пользуется, в принципе, и в пульмонологии, и в некоторых других медицинских именно специальностях, но, может быть, она пригодится здесь. То есть, мы берем вот обычную тряпку какую-нибудь, да, смачиваем ее холодной водой и протираем вот носогубный треугольник. Обычно это помогает немножко уменьшить чувство дышки. Не исключено, что в данном случае подойдет тоже. А вот теперь переходим к дыхательным движениям, да, то есть к дыхательным упражнениям, к восстановлению дыхания. И вот тут еще один звездный час, да, у нас уже был звездный час жвачки, в том числе, сейчас звездный час йоги. Пожалуйста. То есть, это вот прям то, что надо. Мы, конечно, всю эзотерику оттуда убираем, но все дыхательные движения, все релаксационные методики мы оттуда берем. Потому что это как раз то, что нужно в этой ситуации. Никаких прыжков, скачков, да, медленная статическая нагрузка, то есть без каких-либо эксцессов. Это в данной ситуации самое главное. С другой стороны, есть и простейшие техники, которыми может пользоваться абсолютно любой человек. То есть, например, вы или сидите на диване, или елите в общественном транспорте, или еще что-нибудь, найдите перед собой, ну вот на небольшом удалении, какой-нибудь прямоугольный предмет. И затем делайте вдох и выдох, скользя взглядом по рамке. По длинной стороне вы делаете выдох, по короткой стороне вдох. То есть, мы получаем соотношение примерно один к двум. Это как раз то, что нам потом потребуется и в нашей нормальной жизни, собственно говоря, у нас так примерно и выглядит вдох-выдох, и во время, конечно, физических нагрузок. Еще раз, простейшее упражнение, которое доступно абсолютно всем. Более сложное я сейчас покажу, но давайте мы сначала определимся. Когда мы не начинаем упражнения, когда мы их прекращаем. Не начинаем, если есть повышение температуры, если одышка, о которой я говорил, она есть в покое, то есть вы стоите, еще ничего не делаете, но у вас уже одышка. Соответственно, мы не начинаем занятия. Если есть боли за грудиной или есть сердцебиение, то есть тахикардия 100 и выше, и если, например, нарастают отеки на ногах. Они называются сердечными по-другому, и это свидетельство того, что сердце не справляется с нагрузкой, значит, дополнительно ей ничего сверху нашей сердечно-сосудистой системе давать не надо. Когда мы прекращаем, это другой набор симптомов, но перекликающийся. Если возникает головокружение, если возникает выраженная одышка, что это означает? Это одышка, которая вас заставляет остановиться. Вы не можете просто дальше выполнять либо упражнения, либо идти, либо еще что-то в этом роде. Вам нужно встать, остановиться и продышаться. Тогда на этом все. Упражнение заканчивается. Если появляется холодный липкий пот, если появляется резкая слабость, обычно она с головокружением, со свистом в ушах, с прочими спецэффектами, и если появляется аритмия, то есть сбой в работе сердца. Вот во всех этих случаях мы прекращаем любую физическую нагрузку. Я потом еще покажу, что физическая нагрузка во время реабилитации это совсем не то же самое, что физическая нагрузка, к которой мы привыкли, то есть обычная. Она очень сильно отличается. Ковид в этом смысле действительно позволил пересмотреть подходы к реабилитации в очень щадящую сторону. Но для начала давайте поговорим о дыхательных упражнениях. Поскольку презентация будет доступна, я не буду озвучивать, то есть читать, как нужно проводить это конкретное упражнение. Я вам просто его покажу на видео. Но потом вы можете прочитать, то есть как это выглядит именно по разделам, что называется, насчет раз, насчет два и прочее, прочее, прочее. Значит, упражнение, еще раз самое важное, простейшее. То есть без каких-либо эксцессов, без каких-либо избыточных нагрузок. Вот посмотрите, вот сейчас я включу видео, как оно выглядит. То есть это еле заметные движения. То есть одна рука лежит на грудной клетке, чтобы вы не дышали грудью, не поднимали грудную клетку, а вторая дыха, вторая рука лежит, еще раз повторяю, видите, лежит на животе. Как раз мы дышим животом. Все остальное не движется, никаких лишних движений. Следующее. То же самое. Есть полное описание. Это то же самое, что было, но перевернувшись. Описание потом сможете прочитать. Вот исходное положение. И вот так выглядит, собственно говоря, упражнение. Опять же, посмотрите, минимальные движения за счет того, что мы дышим животом. И да, при этом будет, естественно, задействован в основном нос и прочие вещи. Да, то есть это все еще раз описано в комплексе упражнений. То же самое, либо сидя, либо стоя. То есть это примерно одинаковый подход. И как видите, это, еще раз, не какие-то приседания, не какие-то там очень какие-то интенсивные дыхательные движения, не то, что делают певцы, скажем, разминаясь перед концертом. Это очень-очень-очень щадящие дыхательные движения. И с этого нужно начинать. То есть любая физическая нагрузка в обязательном порядке начинается с дыхательных упражнений. Вот то же самое. То есть о чем мы поговорили, о том, что сидя, например, на стуле и потом стоя рядом. И есть даже вот такое очень интересное упражнение. Единственное упражнение, в котором что-то двигается. В частности, двигаются руки. Что интересно, вот такое и улыбка здесь, и что-то вроде ААА. Это тоже часть упражнения. То есть это входит непосредственно в комплекс. Это тоже дыхательная гимнастика. Та, которой мы будем пользоваться. Да, вот мы поговорили об этом. То же самое. Это вот описание того упражнения с подниманием рук. А вот чего не нужно делать, так это самые популярные, вроде бы, восстановительные упражнения на территории нашей страны. Надувание шариков и продувание воды через соломинку. То есть стакан с водой, внутрь соломинку и продуваем. Нет. Это упражнение подходит, скажем, при бронхоспазме, при хронической обструктивной болезни легких, при вот таких заболеваниях. Но создавать препятствия выдоху после коронавирусной пневмонии, это очень сильно усугублять ситуацию. То есть таким образом вы человеку сделаете только хуже. Поэтому про шарики, про воду, про соломинки, про все это забываем. Как реабилитироваться, я показал. То есть вот это первый набор дыхательных упражнений. Теперь мы давайте посмотрим, как выглядит схема тренировки. Опять же, тренировка в контексте ковидной реабилитации это совершенно не то же самое, что тренировка обычная, привычная. Фитнес, например, либо какие-то спортивные, в том числе, такие легкие, непрофессиональные вещи. Это в основном ходьба. То есть кардионагрузка при этом выглядит как ходьба. И это основная часть тренировки. Но перед этим мы в обязательном порядке в течение минуты делаем дыхательные упражнения, которые я показал. Затем в течение трех минут упражнения на равновесие. Я сейчас их покажу. В течение двух минут наклоны и растяжка. Тоже покажу. Дальше три минуты силовые упражнения. А это будет самый интересный раздел. И потом мы переходим к ходьбе. Итак, как я и сказал, упражнения очень сильно отличаются. Например, упражнения на равновесие выглядят как перекаты. Мы сначала стоим на четырех точках опоры, потом опускаемся на попу. Потом опять выходим на четыре точки опоры, опять опускаемся. Вот и все упражнение. То есть оно минимально по интенсивности. Но мы его выполняем вот в течение двух минут. Следующее упражнение на равновесие это сочетанные повороты головы и таза. То есть исходное положение мы лежим, руки раскинуты, ноги согнуты, колени вместе. И потом начинаем в сторону. Повернули голову, в ту же сторону положили ноги. Потом выровнялись и в другую сторону. В течение минуты мы делаем еще это упражнение. То есть вот так выполняются упражнения на равновесие. Наклоны и растяжка. То же самое. Выглядят совершенно по-другому. В течение минуты мы делаем упражнение поинтер. Что это означает? Что мы стоим, то есть в качестве опоры мы используем разноименные руку и ногу. Потом меняем. И крест-накрест то же самое, но стоя. То есть мы как бы мы соприкасаемся разноименными руками и ногами. Постепенно поднимая на небольшое количество, да, то есть только до прямого угла, поднимая ногу, изгибая ее в колени. А вот силовые упражнения. Вот так выглядят силовые упражнения в постковидной реабилитации. То есть это не железо, это не какие-то нагрузки сильные, это в лучшем случае подъем на носочки с опорой в течение минуты. Это приседания с упором, и то не в полный присед, а в полуприсед. И это отжимания от стены по минуте на каждое упражнение. После этого мы переходим к кардио-нагрузке, то есть к ходьбе. Причем в неспешном темпе в течение 30-40 минут. Желательно, чтобы это было где-нибудь в парке, в лесу, то есть чтобы это было на природе, потому что по асфальту вдоль дороги, ну, это не самый лучший вариант. Ну, бульвар, например, если вдруг есть, или во дворе даже круги можно нарезать, это тоже как один из вариантов. Желательно, чтобы, конечно, вы еще и дышали при этом, ну, хотя бы, хоть на сколько-нибудь относительно чистым воздухом. Это взято в том числе и из рекомендаций для самостоятельной реабилитации после болезни, которая выпущена Европейским бюро ВОЗ. И она на русском языке. Вот эта книжечка, эта брошюрка такая небольшая, доступна в интернете, есть QR-код, можно считать это все дело и использовать. Там все гораздо подробнее. Там есть несколько вариантов упражнений, там есть подходы ко всем остальным вещам, то есть, если вдруг вы, к сожалению, либо вы, либо ваши близкие столкнулись с этим заболеванием и остается постковидный хвост, то как с ним бороться довольно подробно описано вот в этой методичке. Ну и плюс я еще рассказал в том числе по разработкам некоторых других университетов. С когнитивными нарушениями, то есть с мозговым туманом, все сложнее. Дело в том, что, ну да, пытались использовать те методики, которые используются в нейрореабилитации, то есть, после инсультов. И здесь, в общем-то, кое-что срабатывает, кое-что нет. Вот что срабатывает, это музыка. Опять же, понятно почему, да, потому что музыка это подключение другой сигнальной системы, это задействование, в том числе, коллатерали, это отстраивание новых ассоциативных связей, и плюс сама по себе музыка это довольно неплохой триггер, потому что, когда мы учились в свое время, да, в медицине нужно было запоминать невероятные объемы, и перед экзаменом это кошмар-кошмар, конечно, что использовали? Использовали музыку, то есть, ставили инструментальную музыку и под нее учили. Потом на экзамене ты быстрее вспоминал музыку, то есть, ты вспоминаешь музыкальный фрагмент, и у тебя перед глазами потом вот этот вот лист с текстом возникает. Очень приятный эффект, не всегда, правда, срабатывал, иногда белый лист ловили, но все-таки, да, действительно, музыка в этом смысле очень хорошая вещь, и иногда она позволяет вызвать те воспоминания, которые позволят построить обход. Да, то есть, у нас есть повреждения на основной трассе непонятного генеза, мы не знаем, что с этим делать, но мы можем построить обход, мы можем проложить дополнительную связь. Музыка в этом смысле замечательная вещь. Далее, смартфон, в нем масса функций, то есть, это действительно помощник в постковидной реабилитации, в частности, в изболении от мозгового тумана. Во-первых, там есть масса напоминалок, то есть, можно себе просто их поставить. Во-вторых, там есть, например, заметки, туда их можно записывать. Есть различные планировщики, есть различные программы по отслеживанию активности, по количеству шагов, по тому же рациону, по еще чего-нибудь, то есть, там действительно, в общем, много всего приятного. И можно, например, фотографировать некоторые вещи, которые для вас критично важны. Вы все это нафотографировали, потом по этим фотографиям помните, куда ходить, что делать и прочее, прочее. Может быть, имеет смысл воспользоваться и либо бумажными досками, специальными, да, но есть такие огромные постеры, есть, например, пробковые доски, куда можно крепить записки, есть грифельные доски, то есть, их просто магнитная, такая довольно большая доска, крепится на холодильник, потом на ней мелом пишешь, тоже удобно. То есть, можно оставлять заметки, либо вам что-то пишут, что нужно сделать, либо вы себе план на день там записываете, потом стираете по очереди, то есть, вам важно, что это войти в ритм, создать некий распорядок и по нему жить. Порядок мозг всегда воспринимает гораздо лучше. Если нечто упорядочено, то мы это воспринимаем лучше. И опять же, самое главное здесь, в этом деле, это не торопиться, то есть, не паниковать, если вы забыли все живые существа на букву С, а пойти, например, почитать их и посмотреть, какие там еще возможны живые создания. Это действительно проблемная буква, я специально ее назвал, чтобы попробовали поискать, повспоминать, это не так просто. Их действительно, не очень много живых существ на эту букву. Еще одна вещь, которая входит и в настроение в том числе, это, вернее, в мозговой туман в том числе, это изменение настроения. Снижение фона настроения это вещь, которая очень характерна для постковида. Иногда, вплоть до клинически выраженной депрессии. Ну, ладно, с депрессией это пусть разбираются психиатры, это их стезя, но корректировка настроения она все-таки еще возможна. Не обязательно с помощью каких-то специализированных именно лекарственных средств. Прежде всего, что это? Это распорядок в том числе, потому что хаос расхолаживает в этом смысле и создает некую неопределенность, и это не самое лучшее состояние для того, чтобы держать себя в нужном тонусе, в нужном настроении. Не терять связи с друзьями, с родственниками, со всем остальным. То есть, социальная активность это вещь чрезвычайно важная. Чтобы вас поддерживали, чтобы вы были необходимы, вы чувствовали себя, что вы необходимы кому-то, да, вам нужно что-то сделать, кому-то что-то рассказать и прочие вещи. И те же смартфоны и соцсети в этом смысле тоже неплохой. Вам неплохой помощник с одной стороны, а с другой стороны личные контакты никто не отменял. Они, конечно, работают гораздо лучше, потому что те же обнимашки они делают гораздо больше, чем смайлики в соцсети. Единственное, чего не нужно делать, это пытаться заглушить вот это состояние алкоголем. Почему? Потому что алкоголь, сам по себе этанол, по своей фармакологической сущности это депрессант. То есть у человека и так сниженный фон настроения, а сверху еще мы накладываем депрессант, который глушит деятельность нейронов. И от этого ничего хорошего не будет. То есть это не выход, это как раз в сторону углубления и усугубления ситуации идет. Ну и, конечно же, нормальное питание, физическая активность, это тоже очень сильно влияет на настроение. И такой важный довольно аспект. У нас нет четкого лекарства против ковидного хвоста. Мы с ним справиться на сегодня не можем. Есть несколько подходов, которые я вот более-менее постарался вам изложить. Не все в 100% случаев срабатывают. Но нарисовался еще один вариант. Сейчас накопилось довольно много информации о привитых переболевших. И получается, что вакцина тоже работает как один из топоров против ковидного хвоста. Опять же, не на 100% эффективный, к сожалению, но все-таки действительно существует исследование на эту тему. Существует довольно большое количество данных о том, что люди после вакцинации начинают избавляться от некоторых симптомов. Причем очень четко. То есть до вакцины они были, потом раз и отвалились. Примерно у 57% людей происходит ощутимое улучшение после введения даже первой дозы вакцин. Похоже, что действительно вакцины могут срабатывать не только как профилактическое средство, но и как терапевтическое при постковидном синдроме, что добавляет аргументов в сторону вакцинации переболевших в том числе. Информация. С этим, как всегда, сложно, потому что опираться нужно на максимально проверенную и достоверную, а где ее взять? Ну, основной, наверное, источник это Всемирная Организация Здравоохранения. Как бы ее ни ругали, как бы там про нее всякие вещи не рассказывали страшные и ужасные, но на ее сайте собрана действительно нормальная хорошая информация. С чем это связано? С тем, что ВОЗ организация невероятно забюрократизированная. Поэтому на сайт попадает только то, что прошло гигантское количество проверок и согласований. То есть тут есть вещь, которая под каждым словом будет обоснование. К сожалению, на русский не успевают переводить. Ну, просто потому, что, как вы понимаете, объем действительно гигантский, но на национальные языки просто некогда переводить. Должны быть отдельные специальные бюро, а у нас, например, в России нет бюро ВОЗ. У нас есть спецпредставитель, один человек, и небольшое количество людей, которые работают в других ООНовских структурах, и в том числе берут на себя некоторые функции Всемирной Организации Здравоохранения. А вот собственного бюро у нас внутри нет. Так что на русский никто не заморачивается переводить. Ну, получается, получается, добавляют. Поэтому ориентируемся на англоязычный сайт. Надо сказать, что английский здесь довольно простой, можно просто даже гугл-переводчик перевести. Далее, если хочется прям информацию со звездочкой, то есть быть в курсе последних научных исследований на эту тему, в том числе по постковиду, пожалуйста, научные журналы. Сайты научных журналов открыли информацию по коронавирусу сразу, как только началась пандемия. Подавляющее большинство ведущих научных журналов немедленно создали специальный раздел под коронавирус и сделали его бесплатным. Здесь находится огромное количество исследований, но здесь нужны навыки все-таки по работе уже с научной информацией. Можно почитать какие-то полемические вещи, можно почитать примерно, что находят, можно поискать, какая информация есть по постковиду новая, может быть, что-то там определили, но нужно понимать, что если это написано в научном журнале, еще не факт, что это прямо на 100% работает. Это может быть либо случайная находка, либо искажения, например, были какие-то в методологии, либо это вообще невоспроизводимая, либо это полемическая статья, либо что-то в этом роде. То есть это нужно всегда держать в голове. И, как я и сказал, любые ведущие журналы можно брать, не только Lancet, которые сейчас притчевоязыцах везде затыкают дырки, причем с обеих сторон баррикад, что интересно, каждый находит в нем что-то для себя. Это касается и журналов Science, и Nature, британского медицинского журнала, то есть, пожалуйста, на любых ресурсах огромное количество научной и обоснованной информации. На русском. На русском могу порекомендовать вот такой вот проект, он называется «Конспекты Юджина», как раз посвященный конкретно коронавирусу. Мы его начали вести 20 февраля 2020 года, то есть скоро ему уже два года исполнится. И здесь собирается вся максимально проверенная информация. Здесь есть и рецензенты, есть и авторы-переводчики. И прежде чем информация попадает к переводчикам, ее смотрится несколько рецензентов, то есть специалистов из разных областей. Можно ли ее переводить, нужно ли ее переводить, все ли там правильно и прочее, прочее. После перевода смотрят еще редакторы и все остальные. То есть здесь, ну, не то что 90% конечно, всей необходимой вам информации, но думаю, что существенная часть здесь присутствует. 100%, как вы понимаете, нет ни у кого, но где-то вот между там 80 и 90% наверное здесь все-таки есть. Подавляющее большинство вопросов, которые вас будут интересовать, в том числе касающиеся постковида, они в том числе здесь отражены. Это гигантский проект, я рекомендую еще отдельно смотреть обновления и подписаться на них в том числе, потому что они не всегда быстро попадают в основную часть конспекта, он уже состоит из огромного числа блоков. Так-то он вконтакте, конечно, находится, доступен и по внешней ссылке, там есть просто ограничение соцсети по количеству символов, которые туда можно впихнуть. Поэтому пользуйтесь в том числе и другими ссылками. То, что я на сегодня вам показал, опирается вот на вот этой информации в том числе. Кому интересно, можно сходить проверить, не наврал ли я где-нибудь, но я, в общем, старался не перевирать все-таки по максимуму и использовать действительно научную информацию. Если кого интересуют какие-то оперативные данные, которые касаются коронавируса, есть мой телеграм-канал, можно на него подписываться. Каждый день, ну почти каждый день там появляется что-то новое. Я, конечно, изначально задумывал его под медицинские новости вообще, но пока что все медицинские новости из области коронавируса. Сразу хочу сказать, что сегодня была первая лекция этого курса. Вас ждут еще как минимум, то есть у нас еще три вечера могут быть заняты интересными вещами. 2 декабря будет вебинар, посвященный психике и коронавирусу. Я сегодня чуть-чуть потрогал только мозговой туман, и это лишь одно из проявлений постковида. А, там и внутри довольно много всего неприятного, надо сказать, да, то есть и циклические сны, и всякие там суицидальные мысли, и чуть ли не посттравматический синдром, и прочие вещи. Это все действительно уже из большой психиатрии. И как это будет отражаться на психическом здоровье человека в будущем, в общем, еще недалеко все так очевидно. Вот на этом вебинаре будет это все обсуждаться. 7 декабря иммунитет и вакцинация. То же самое, я вакцинацию только чуть-чуть потрогал, потому что я все-таки в этом в меньшей степени специалист, лучше, когда об этом будет рассказывать профильный эксперт. И 7 декабря можно будет как раз задать вопросы все абсолютно, которые вас интересуют по вакцинам, по формированию иммунитета, по различным аспектам защиты и прочего-прочего. И 9 декабря еще одна важная тема, которую я вообще не трогал, это беременность и коронавирус. Уже накопилось довольно большое количество данных, которые можно собрать в научные обзоры и которые можно использовать в том числе и для борьбы с коронавирусом, и для борьбы с постковидным синдромом, и вообще, чтобы понять, как жить в этой довольно непростой, я бы сказал, ситуации. Также можно следить за новостями в телеграме Инвитро. Его ведет синхронизация, как раз организатор этого курса и довольно известный онлайн-лекторий. Ну, раньше был оффлайн. Я даже в нем выступал оффлайн несколько раз, было дело такое, но сейчас, как вы понимаете, ситуация немножечко изменилась, поэтому это один из ведущих онлайн-лекторий. Я надеюсь, что все-таки удалось рассказать вам основные вещи, показать, куда двигаться, чем заниматься и на что ориентироваться. Давайте посмотрим, что у нас по вопросам. Итак, есть ли данные влияния вакцинации на постковидный синдром? Есть. Я об этом рассказал. Что делать, если после ковида нарушился сон? Уже пост... Да, это большая проблема. Вот как раз на лекции про психику и коронавирус можно будет об этом уточнить. Тут все-таки нужен специалист-сомнолог, да, то есть как раз по нарушениям сна. Это подраздел неврологии, то есть если на лекции 2 декабря об этом не расскажут, то вам, скорее всего, придется обращаться именно к сомнологу, специалисту по нарушениям сна. Я не исключаю, что придется даже вплоть до того, что записывать сон, ну, в каком смысле имеется в виду, конечно же, записывать активность мозга во время сна. Для этого есть специальное оборудование. И в таком случае можно будет сказать, как конкретно исказился сон. Потому что могут быть, например, проблемы с засыпанием. Это один подход. Вторые проблемы. Вы просыпаетесь в среде ночи и не можете потом долго заснуть. Это второй подход. Третья, например, ситуация, когда вы просыпаетесь с чувством того, что вы не выспались и вы вынуждены оставаться в постели довольно долго, то есть лежите, лежите, пытаетесь додремать, что называется. Это третий подход. То есть там довольно много всего внутри. Эта тема многогранная, сложная и однозначного ответа на нее нет. К сожалению. Легкая форма ковид всегда ли означает более короткий срок постковида? Есть ли корреляция тяжести и постковида? Нет. Как я и сказал, у нас нет четких предикторов возникновения. Некоторые группы риска я показал, но, как вы видели, среди них нет тяжелого или легкого течения. Постковид, причем очень длинный, может возникать и даже после легко перенесенного ковида. К сожалению, так. Высокая ли экспрессия рецепторов АПФ2 в нервной ткани? Или эта гипотеза, вероятно, объясняется только нарушение через сердечно-сосудистую и выделительную систему невысокое? По крайней мере, у взрослых. А вот у детей, кстати, повыше. У них как раз там, я бы сказал, основное представительство этих рецепторов, поэтому та же дельта, которая смогла до детей добраться и в 10 раз увеличить госпитализацию, она может проявляться, например, в виде энцефалитов, чего, в общем-то, не наблюдалось раньше совершенно. У взрослых в основном идут как пневмонии, а у детей в виде энцефалитов, например. Так что, скорее всего, через сосудистую гипотезу это все будет объясняться. Ну, как вы понимаете, мы еще находимся внутри этого процесса и можем только предполагать, где, как и что сломалось. Вещь очень такая, очень сложная, этот коронавирус. Удар по всему организму почти по огромному количеству своих мишеней он бьет и часть из них ломает, ставит на службу себе и они начинают нам вредить, в общем, разбираться еще и разбираться. После ковида три месяца появился странный привкус и запах. Ощущается от мяса, лука и некоторых продуктов. Расскажите, как связано и можно ли избавиться? Ну, вот это нарушение, то, о чем я рассказывал, как избавиться я показывал. Одна из возможных методик называется альфакторная тренировка. Не факт, что она поможет, к огромному сожалению, но пока что ничего другого мы не придумали. Как с этим работать? Я из Алматы. У нас наряду с лечебными препаратами при ковиде назначают Детримакс пить 6 месяцев. Для чего? Это надо спрашивать у тех, кто его назначает. Я не очень понимаю, зачем. Вы много говорили на лекциях в стримах, что ковид оставляет лазейку в иммунитете переболевшего, чтобы иметь возможность вернуться. Можете рассказать, что именно ковид делает с иммунитетом? Ну, для этого нужно читать целую лекцию отдельную, как вы понимаете. Ну, опять же, если очень коротко, то нарушение есть и в клетках, то есть он в том числе поражает некоторые клетки. Например, он вполне себе может проникать в моноситы, которые потом могут, ну, по идее, должны модифицироваться в макрофаге и вступать в бой с этим самым коронавирусом, а он их угоняет еще на стадии моноцитов, когда они в сосудистом русле. В том числе идет удар по белкам по регуляторным, то есть наш с вами иммунитет работает в том числе на регуляторных белках. И получается так, что наша армия вместо того, чтобы заниматься выработкой антител, для того, чтобы тренировать клеточный иммунитет и все остальное, она несет потери и отступает, по сути. И вот эта лазейка, она остается по нескольким причинам. Во-первых, когда приходит какой-то нативный новый возбудитель, то его захватывает антиген, презентирующий клетки, и, к сожалению, у них никаких систем искусственного интеллекта нет. они не знают, какой конкретно антиген нужно выставить на свою поверхность и показать иммунитету, презентировать и сказать, что ребята, нам нужны антитела против вот этого антигена. Выставляют все. Вот все, что разобрали, все выставили. И получается так, что идет перебор. Абсолютно вот именно перебор. То есть вырабатываются антитела разных линий. То, что называется поликлональный иммунитет. То есть после переболевания мы получаем поликлональный иммунитет. И не факт, что это хорошо. Просто потому, что мы знаем на сегодня, что нейтрализующие антитела только одни. К рецептору, связывающему домену, то есть именно тому участку С-белка, при помощи которого он соединяется вот с этим рецептором АПФ2 на клетках. Только к нему есть нейтрализующие. Все остальные никакой особой клинической роли не играют. Но организм тратит время, силы и средства на их штамповку. И эти линии, они между собой дерутся. То есть идет обычный, нормальный, естественный процесс естественного отбора. В итоге победят те, кто работают лучше всего. То есть может быть по идее оно когда-нибудь дойдет до С-белка и до нейтрализующих антител именно к этому домену. Но это будет очень небыстро. Поэтому когда мы например вводим при помощи вакцины один единственный антиген то есть С-белок мы сразу показываем ребята вот вот к этому нужно все сводить. И во-первых нет болезней. Это важно. То есть наш организм не несет никаких существенных потерь. Наш иммунитет нормально работает. То есть ему просто принесли обучающий материал. И вот тогда действительно начинают вырабатываться сразу необходимый пул антител. И он ближе к моноклональному. Вот этот прививочный иммунитет по крайней мере после С-белковых вакцин то есть после МРНК вакцин после векторных вакцин он ближе к моноклональному. Там гораздо меньше вот этих линий. Там гораздо меньше драк. И мы сразу практически выходим на те антитела которые нам нужны. Вопрос в том что это очень долго. Что после прививки что во время болезни. И то и то долго. Иммунитет раскачивается в первый раз очень долго. Это потом он может работать гораздо быстрее. Первый раз у него это получается плохо. Так что вот такая куча там всего. Перейти в синдром усталых на почечниках после ковида. Постоянная тревога, стресс, плаксивость, агрессия, апатия. Ну это вот входит в постковидный синдром. То что вы описываете. Как уберечься от ковида? Ну у нас нет на сегодня стопроцентно работающей ни одной методики. То есть мы можем сказать что пользуйтесь вот этим и вы не заболеете. К сожалению такого нет. Мы пользуемся стратегией швейцарского сыра. Если мы берем один ломтик он в дырочку весь. И через эти дырочки легко проскакивает вирус. Но если мы эти ломтики сложим в кучку штук 10 то через них вирус уже не пройдет. И первым ломтиком стоит вакцинация. К сожалению на сегодня не получается добиться стерилизующего иммунитета. То что называется. Что это означает? Это не в смысле фертильности и репродуктивных функций. Это в том смысле что человек гарантированно больше не становится никогда источником заражения других людей. То есть он выбывает из эпид цепочки. Поскольку мы находимся внутри процесса инфекционного вируса невероятно быстро изменяется. Вот сейчас он уже добрался до микрона. До нового варианта про который мы еще толком ничего не знаем. Но там такое количество изменений новых что мы сегодня должны будем все опять проверять. То есть пояснять как работают вакцины. Смотреть что там с переболевшими и прочие вещи. Поэтому вакцинация это только первый этап. Но обязательно. То есть без него все остальные работать не будут. Следующий этап что мы делаем это барьерные методы. То есть маски респираторы все остальное. Вот сейчас буквально было опубликовано масштабное корейское исследование на эту тему. Оно показывает что действительно почти 93% защитная эффективность идет у масок. То есть позволяет сокращать количество выбрасываемых вирусных частиц человеком настолько что он перестает быть источником инфекции. Привитый. То есть у нас есть привитый человек на котором маска. Если вдруг он заболевает это называется прорывная инфекция то маска позволяет выделять ему меньше вирусных частиц. На следующем человеке в цепочке который возможно будет в этой цепочке на нем тоже маска еще меньше частиц проходит и он привит. То есть его иммунитет справится с тем маленьким количеством то есть вот так мы добиваемся стерилизующего иммунитета не единственным методом а вакцинацией масками дистанции обработкой рук и вот этим вот всем все что это используется мы все складываем вместе и только вместе оно работает только никак иначе то есть нет такого что вот мы сделали себе например ввели вакцину и побежали радостные что все мы теперь свободны от этой проблемы к сожалению нет поскольку пандемия в ходу мы в этом поезде несемся он неуправляемый что там впереди непонятно что по бокам тоже не видно и что там происходит в голове поезда тоже не ясно поэтому мы используем максимум всех доступных мер и способов что делать при приступах сильного кашля вот с этим сложно тут к сожалению особо порекомендовать нечего это огромная проблема для коклюши например и как там прервать вот этот цикл понимаете как там патологический круг замыкающийся то есть вы начинаете кашлять раздражается слизистая раздражение слизистой усугубляет кашель это тоже один из триггеров и вот это вот крутится по кругу по кругу по кругу есть несколько возможных вариантов ну вот жидкость да то есть теплая жидкость которую вы пьете и тем самым смягчаете горло например но здесь важная вещь что поймать вот этот промежуток между приступами да чтобы не вдохнуть эту самую жидкость иначе будет гораздо хуже нужно чтобы она конечно пошла туда куда нужно попытаться подержать ее во рту если получится насколько это вероятно медленно проглотить чтобы она прошла по задней стенке глотки и тем самым она уменьшит вот этот кашель потом есть леденцы которые содержат местный анестетик поищите они есть продажи в том числе то есть вы начинаете рассасывать уменьшается чувствительность задней стенки глотки и вот этот патологический рефлекс он прерывается после ковида сильно воспалился кишечник боли спазмы диаре газы вот да то есть это еще одно слагаемое как питаться общие подходы я рассказал а конкретику в вашем случае нужно все-таки смотреть с гастроэнтерологом потому что одно дело если у вас например синдром раздраженной кишки другое дело если это какой-нибудь колит третье дело если это например проблема локализуется выше то есть это может быть например нарушение кислотовыделительной функции желудка и то что происходит ниже это просто отражение тех проблем которые располагаются выше то есть нужно определять конкретику и конкретный рацион уже конкретные особенности смотреть с лечащим врачом какая вакцина самая безопасная ну такого сравнения нет вот какая самая безопасная какая при этом самая эффективная они все безопасны по максимуму скажем так из всего что можно на сегодня было добиться с эффективностью тут примерно так выглядит если мы говорим о вакцинах например нового поколения то есть векторные и мронковые то они находятся в топе то есть это первое место они его между собой делят там чуть-чуть могут быть небольшие различия но на первом месте мронковые и векторные вакцины затем ниже идут инактивированные причем так к сожалению ощутимо ниже к огромному сожалению и вот пока на не очень понятном месте белковые там протеиновые полипептидные там различные различные варианты это нововакс вот у нас сейчас бетувакс еще появится еще там прочие варианты ну они пока изучены довольно слабо довольно плохо две основные группы это вот мронковые и векторные и потом под ними инактивированные если мы посмотрим полевую эффективность что называется вот буквально недавно вышло очень интересное исследование по Венгрии то есть они обобщили всю информацию которая у них была а в этой стране применялись почти все зарегистрированные вакцины включая спутник между прочим да в этом смысле и в этом смысле они нам очень полезны так вот по эффективности первые три места первое место модерна сразу за ней с разницей в один процент спутник и сразу под ним файзер у них разница в один-два процента полевой эффективности это защита от симптоматического ковида поэтому на сегодня как я и сказал да самое ну такой самый наверное хороший вариант это гибридный иммунитет то есть переболевание потом вакцинация либо комбинированный иммунитет то есть когда человек привился одним типом вакцины а потом другим типом научных исследований на эту тему пока нет есть то что называется клинические случаи наблюдения но среди тех людей которые сделали например прививку либо файзеровской вакциной после спутника либо модерновской после спутника у них антитела уходят просто вот за верхнюю границу чувствительности теста похоже что будущее закомбинированным иммунитетом закомбинированными вакцинами причем как бы это странно не звучало да то есть есть такое предположение ну мы я понимаю да что мы не конспирологи но давайте предположим что мы конспирологи что вот где-то там очень сильно наверху причем существенно выше чем наша планета было задумано так что эффективной будет комбинация вакцин российской и западной и вот теперь цель пандемии в том чтобы между собой договорились потому что по всем данным которые на сегодня есть именно комбинация либо файзеровской либо модерновской вакцины со спутником дает максимально эффективный иммунитет вообще в мире то есть выше такого больше нигде нет может ли ковид протекать как очень сильная слабость диарея высокой температуры но в течение двух дней без симптомов простуды спустя дня два дня выздоровления может вполне может вы сейчас вполне описали классическую дельту особенно если вы привиты то это прям дельта привитого в чистом виде если нет то это один из вариантов легкого течения да вполне может быть как отличить изменения настроения в результате постковидного синдрома от депрессии в какой момент пора к врачу вот тут это как раз вопрос который следует задать на следующей лекции 2 декабря потому что я в этом смысле не специалист есть ли информация по поводу воздействия комбиноидов на ковид и постковидный синдром да их пытались притащить туда естественно немедленно как вы понимаете но что-то там к сожалению не задалось ни с мозговым туманом ни со всеми прочими нарушениями эти вещи так и не справляются еще псилоцибин пробовали но вот у него хоть там хоть что-то чуть-чуть чуть-чуть что называется на донышке но хотя бы статистические различия наскребали а с комбиноидами все к сожалению на уровне плацебо как долго продолжается ковидный хвост и проходит ли он окончательно мы этого не знаем ответа на этот вопрос пока нет ковид и беременность будет целая лекция если в двух словах они между собой несовместимы вот примерно так если данные повторным заболевания ковидом да конечно более чем достаточно уже накоплено одно из самых масштабных исследований в этом смысле датское на очень большой когорте и там показано например что очень сильно зависит от возрастной группы если мы говорим о группе скажем до 60 лет то переболевание оставляет примерно 80% защиту то есть где-то 20% на пробивание в следующий раз но это мы говорим о том же генетическом варианте то есть предположим человек переболевший альфой да или британским бывшим вариантом у него возникает 80% где-то защита от альфы а вот следующие генетические варианты с гораздо большей эффективностью и естественно дельта в этом смысле просто чемпион мира она пробивала переболевших очень сильно так вот по возрасту а если говорить 60 например плюс то там эта защита в два раза падала то есть не 80% защиты а 40% защиты получается что вероятность следующего повторного случая она где-то около 600% была по данным вот этого довольно крупного исследования но важно да что оно было проведено это исследование до того как превалировать начала дельта поэтому по дельте эта информация еще только подъедет мы ее только дожидаемся как вы понимаете научная публикация это дело довольно небыстрое даже в ковидную эпоху когда все это существенно ускорится но максимально качественные максимально масштабные исследования только-только сейчас начинают появляться и они относятся где-то к весне 21 года то есть когда только-только-только начала выходить на сцену дельта ураганить она начала летом вот данные по лету пока что подъезжают постепенно когда появится тогда можно будет понять как конкретно что там конкретно именно по дельте и самое интересное что конечно больше всего интересует это различие между вариантами то есть как переболевшие той же альфой с какой вероятностью могут заразиться дельтой или вот сейчас переболевшие дельтой а что там с омикроном будет по омикрону вообще ничего не ясно ждем когда вся эта информация будет озвучена и тогда будем понимать что нам дальше делать есть ли способы возвращения если бы если способы ускорения возвращения вкусов вот про это не читал честно можно поискать группы в соцсетях люди с такими проблемами объединяются они начинают перебирать различные варианты искать литературу на эту тему и прочее прочее может быть там вам чем-то смогут помочь каких-то конкретных методик именно по вкусу встречать не приходилось можете объяснить почему не стоит продолжать делать упражнения если появляется головокружение аритмия это же может быть от того что просто организм не привык к физическим нагрузкам нет как я и объяснил это очень важная вещь там нельзя работать через силу это не та ситуация если появилась аритмия это извините это очень ну скажем так непростая ситуация тут же еще зависит от того какая она если это желудочковая например ну извините дело может закончиться стационаром ничего хорошего а если например там какая-нибудь фибрилляция претердия это вообще скоропомощной случай ургентный что называется неотложный такого человека сразу хватать и тащить в стационар а с фибрилляцией желудочков иногда просто не успевают справиться и происходит к сожалению летальный исход то есть это вещь очень очень опасная сбой ритма это очень опасно и поэтому сразу остановка то же самое касается головокружения головокружение не появляется на пустом месте то есть это в первую очередь свидетельство недостаточного снабжения головного мозга кислородом и не исключено что следом последует что-нибудь более серьезное скажем что-то вроде ишемического инсульта ну или как минимум потеря сознания в виде обморока зачем нам такие приколы не надо не надо еще раз то есть это не та совершенно ситуация это не потому что организм не привык а потому что организм получил очень сильный ущерб и восстанавливаться нужно очень медленно постепенно испанка была около двух лет ковид два года и конца края не видно омикрон и прочее прочее если прогноза по снижению нету понимаете в чем была прелесть ну конечно в кавычках испанки тем что она просто убила всех чувствительных потери ну до сих пор толком не посчитали но оценочные оценочные от 50 до 100 миллионов то есть испанка просто тупо перебила всех чувствительных вот и все она поэтому закончилась ей некого было больше убивать а здесь мы все-таки людей вытаскиваем мы позволяем им болеть повторно по третьему по четвертому по пятому разу когда они не сильно желают прививаться их не убеждает первые заболевания и у нас есть способы например экстракорпоральной мембранной оксигенации есть способы искусственной вентиляции легких такого во время испанки не было поэтому там просто умерло гигантское количество людей сейчас потери тоже в общем-то большие на самом деле самые большие за последние сто лет ну не считая испанку это и азиатский грипп уже давно мы перескакали и гонконгский грипп мы уже давно перескакали то есть пять с лишним миллионов людей потерянных по всему миру это много для нынешней медицины много выпадение волос после ковида как бороться не знаем да этот симптом описан да с ним все более-менее понятно что он происходит почему происходит не ясно как бороться с этим не ясно насколько популярны осложнения печени поджелудочной желчного на фоне ковида ну не настолько насколько со стороны сердца со стороны сердечно-сосудистой системы целиком да со стороны психики со стороны остального но тоже встречаются то есть обострение да в том числе сколько может сохраняться повышенная температура тела после ковида а вот здесь интересно субвибриотет так называемый то есть там 37,2 37,3 может быть полгода 8 месяцев периодически появляющийся да то есть к вечеру например поднимается утром нормальная это еще дополнительно выматывает это дополнительно накладывает свой отпечаток на слабость которая без того присутствует и опять же что с этим делом непонятно причина скорее всего это повреждение центра терморегуляции в гипоталамусе он у нас там находится внутри головного мозга причем так основательно спрятан и там у него есть такой рубильник это примерно как термостат да то есть мы выставляем температуру на определенную цифру и дальше уже системы все делают самостоятельно так и здесь сбивается вот эта установочная точка она у нас должна быть где-то в районе 36,6 ну примерно плюс-минус конечно и в зависимости от того что у нас там происходит в организме да мы либо нагреваемся либо например начинает дрожать дрожательный термогенез это называется либо мы начинаем остывать то есть либо сбрасывая например через пот лишнюю энергию либо например иррадиируя ее во внешнее пространство то есть расширяются подкожные сосуды и мы таким образом сбрасываем в окружающую среду тепло а здесь происходит сбой и организм видимо не очень понимает а что делать-то и вот то потливость повышенная то озноб бьет то еще что-то не исключено что это следствие поражения головного мозга и в том числе центра в гипоталамусе почему на официальном сайте нет данных по фазе 3 клинических исследований есть только заявка на проведение ну просто потому что она еще официально не закончена она еще идет и если мы например зайдем на сайт clinicaltrials.gov да то есть международный уже сайт который касается клинических исследований то там ситуация примерно так же выглядит у всех вакцин в лучшем случае там есть ссылка на публикацию предварительных результатов 3 фан опять же я знаю разработчиков Квивака и Спутника поэтому у меня была возможность спросить спутниковцы закончили статью они закончили во-первых исследование закончили статью отдали ее на рецензирование и скорее всего в следующем году в этом вряд ли успеют скорее всего в следующем году уже появится окончательное то есть финальные результаты третьей фазы по Спутнику опубликуются они тоже в Ланцете и тогда будет закрыт этот протокол пока пока он открыт просто потому что не опубликован окончательный итог по как только закончится как только появится публикация это будет считаться официальным завершением протокола целиком правда ли что вакцинации помогает легче перенести ковид при пробое прививки да правда вот перед вами живой пример у меня был пробой мне оставался буквально месяц до ревакцинации и к сожалению с работы детей пришел ковид дельта в чистом виде но это была такая обзорная экскурсия посмотрите направо посмотрите налево все уложилось в неделю включая потерю нюха и все остальное обоняние восстановилось самостоятельно очень быстро и в общем день температуры высокой горшок на голове металлический я бы сказал так тот самый мозговой туман в течение двух дней одна очень странная ночь с циклическими снами и строго говоря все на этом то есть показали как оно могло бы выглядеть в течение недель лицензионку не хочется совершенно спасибо за вашу работу стараюсь перечисленные симптомы постковидного очень напоминают ПТСР да есть такое дело и поэтому пытались портировать некоторые методики которые использовались при лечении ПТСР в том числе надеюсь на лекции про психику это будет сказано как быть с людьми которые пишут что после вакцинации были серьезные негативные последствия многие об этом пишут и очень сильно настораживают не знаешь кому верить ну верим мы понимаем как мы понимаем не единичным данным а все-таки статистике я понимаю что про нее рассказывают всякие ужасы да но у нас нет никакого другого способа анализировать ситуацию кроме мировой статистики и отдельной по странам да конечно к российской могут быть вопросы поэтому ладно хорошо предположим мы на нее не ориентируемся хорошо мы можем не ориентироваться на американскую или на европейскую потому что там не применяют наши вакцины но давайте ориентироваться на аргентинскую на сан-маринскую на венгерскую на объединенных арабских эмиратов на прочие страны которые выложили все необходимые данные по применению спутника там все более-менее расписано подробно например там нет ни одного летального исхода у них я понимаю что у нас их прячут где-то в лесу а у них с этим проблемы но в том же уэээ одна пустыня да практически прятать-то людей негде таких поэтому видимо они об этом рассказывают довольно честно летальных исходов нет так чтобы напрямую было связано с вакциной нет были тяжелые реакции анафилактические да но их там 8 штук на миллион 8 штук на миллион введенных доз всех пациентов спасли все нормально все хорошо с ними госпитализация потребовалась для 6 человек на миллион доз госпитализация была связана в основном с высоким подъемом температуры под 40 их положили в госпиталь они пролежали там буквально 1-2 дня температура ушла в норму все хорошо их обследовали убедились что они здоровы нормально их выпустили собственно все это вот тяжелые осложнения после использования спутника не тяжелые это что имеется ввиду вот этот комплекс гриппоподобный вот да он встречался часто но так и у нас про него пишут то же самое что человек на сутки выходит из строя ну это тоже это далеко не то же самое что выйти например из строя на 3-4-6-8-10 недель и еще потом получить постковидный хвост то есть мы обмениваем между собой эти риски высокие титры антител это стопроцентная защита от заражения нет у нас к сожалению нет стопроцентной защиты ни одной как я и сказал потому что титры антител это вещь такая ну тут нужно нужны уточнения например качество то есть качество связывания этих антител с антигеном с белком сейчас многие лаборатории стали измерять этот показатель он называется овидность измеряется в процентах и показывает прочность связи с антигеном вот если например у человека там огромное количество антител и у них овидность под 100% ну наверное он может немножко расслабиться но продолжая носить маску избегая мест массового скопления и все остальное прочее просто потому что а кто его знает как на это среагирует омикрон там или омега до нее осталось всего-навсего полуфавита там чуть-чуть букв-то и всего-то так что нет ковид и додимер важно ли проверять кровь по этому параметру ну в стационаре да а для себя самостоятельно нет никакого смысла нет когда можно прививаться после перенесенного ковида здесь есть два нюанса первый нюанс это бюрократический то есть если вы болели официально то в России вы сможете пойти на вакцинацию только через полгода то есть у вас был ПЦР плюс вас занесли в базу распотребнадзора все это зафиксировали и прочее прочее если вы болели неофициально таких большинство причем во всем мире то можно через два месяца в принципе по всей на сегодня накопившейся информации двух месяцев после переболевания более чем достаточно чтобы наш иммунитет смог нормально среагировать потом на прививку то есть вопрос не в том что будет что-то ужасное и странное нам нужно чтобы восстановился иммунитет чтобы эта армия которая понесла потери чтобы она все нормально все потери восполнила и была готова к труду и обороне мы ей потом приносим антиген и показываем вот пожалуйста против него антитела и вот этот поликлональный разброт и шатание анархию мы очень быстро приводим к очень целенаправленному узконаправленному иммунитету который бьет конкретно по СБЛК и что важно это происходит очень быстро то есть после переболевания вот это нацеливание иммунитета происходит очень быстро там буквально в течение одной-двух недель как вы меня напугали с беременностью что она несовместима с ковидом ответите нужно ли делать прививку перед планированием беременности да именно так потому что вся информация которая на сегодня накопилась это более вернее так почти 200 качественных клинических исследований которые объединили в метаанализ собрали то есть такое исследование исследование все это там покрутили внутри и получилось что в общем переболевание самой беременной увеличивает ее личные риски летальных исходов от разных причин в три раза риски попадания в реанимацию в 19 раз риски преждевременных родов в полтора раза риски мертворождения в три раза риска перинатальной смертности ребенка в три раза то есть такие довольно неприятные цифры поэтому на сегодня вся информация которая в мире накоплена она за вакцинацию беременных на любом этапе еще одна да еще одна неприятная вещь не всегда но иногда происходит вертикальная прошу прощения вертикальная передача возбудителя то есть от матери плоду и ребенок рождается с врожденным ковидом очень этого не хочется да неприятная ситуация поэтому лучше если мы беременную прививаем либо до беременности прививаем что это дает во первых мы убираем вот эти все риски это первое и второе иногда опять же не всегда но все-таки иногда ребенок рождается с антителами к ковиду то есть мы сразу защищаем и мать и ребенка по поводу того очень часто вопрос задают а когда заниматься реализацией этого плана то есть мы запланировали беременность мы привились а когда приступать собственно к реализации а вот здесь мы смотрим максимум формирования иммунного ответа то есть у нас первая доза через три недели вторая доза через две недели максимум иммунного ответа и вот с этого момента можно уже заниматься реализацией плана на беременность примерно так прочитал мнение норвежского врача ведущей газете утверждает что мытье рук незначительно снижает распространение коронавируса да как я и сказал что нет ни одной стопроцентно работающей методики и мнение врача в газете это конечно здорово но существует в британском медицинском журнале метаанализ исследований то есть исследование исследований максимально качественных на эту тему и выяснено что как минимум три меры это ношение масок это обработка рук и это соблюдение дистанции и статистически достоверно и эпидемиологически достоверно смещают риски в сторону их уменьшения причем довольно ощутимо вот остальные меры типа локдауна вот с ними все сложно потому что оценивать их очень проблематично они слишком гетерогенные эти данные объединить их не получается а вот эти объединили и да действительно они срабатывают но повторюсь еще раз если мы их складываем все вместе лучше заниматься умственной работой в процессе болезни подросток 11 класс или дать отдохнуть организму лучше дать отдохнуть не надо напрягать правда вот это это не лучший вариант и по себе знаю да то есть голова была вообще где-то ушла погулять на время да и иногда возникал даже вид от третьего лица то что называется в играх когда ты смотришь не из глаз а как бы со стороны на себя очень стрёмные ощущения так что не надо загружать мозг ему и так плохо вот потом да пожалуйста можно будет постепенно переходить к реабилитации в том числе спасибо за работу профессионализма спасибо есть ли разница в унитете полученном при перенесении заболевания вследствие въявки да я сказал что к сожалению есть в нескольких словах отличие кови вака и спутника когда надо вакцинироваться при наличии антител когда я уже сказал это бюрократический вопрос то есть если вы вакцинировались уже вы занесены во все базы вас пустят только через полгода то есть вас просто не даст все это дело сделать система которая должна работать поэтому полгода между прививкой и ревакцинацией более чем достаточно между переболеванием и вакцинацией если вы болели официально тоже полгода если неофициально двух месяцев достаточно А вот отличия, они колоссальные, я бы сказал так Это 100 лет истории на самом деле То есть разница между ними в 100 лет истории Просто потому, что инактивированные вакцины, они появились сразу за живыми Это была вторая итерация вакцин И идея была в том, чтобы ослабить вирус воздействием химических веществ или температуры То есть вирус уже не сможет проникать внутрь наших клеток Но иммунитет будет воспринимать его как возбудитель И да, это дает неплохой антительный ответ, с одной стороны С другой стороны, он тоже поликлональный То есть он размытый Он по нескольким направлениям одновременно И поэтому отдельная полевая эффективность инактивированных вакцин Всех инактивированных вакцин в мире, она примерно сравнима И примерно на уровне 50-60% То есть не очень высоко, но 50% ВОЗ ставила как отсечку эффективности вообще в принципе То есть это была такая мечта, мечта, мечта А когда вот эти современные технологичные вакцины Стали показывать под 80, под 90 Ну тут, конечно, мы поняли, что не все так плохо, как могло бы быть То есть эти вакцины тренируют в основном антительный ответ Идактивированные А спутник и Pfizer и Moderna, например, да То есть те, которые работают иначе Они доставляют внутрь клетки Те инструкции по сборке единственного белка Одного единственного Он трансмембранный То есть он в нашей клетке не используется Его там произвели внутри клетки И на мембрану выставили То есть это, по сути, имитация болезни на таком уровне Которого мы раньше не имели Это абсолютно такой качественный прорыв В изготовлении вакцин в принципе То есть мы тренируем оба звена иммунитета И клеточная Которая начинает распознавать, что Ага, вот этот С-белок штампуется клеткой Значит, клетка заражена вирусом Значит, нужно ее уничтожить И значит, если в следующий раз мы где-то такое увидим Мы эту клетку тоже уничтожим Первое И второе Антитела То же самое Они вырабатываются на этот самый С-белок И у нас есть мощный ответ Который узкий То есть он узко направлен именно на тот белок Который нас больше всего интересует Вот если очень коротко Так, про ревакцинацию я сказал Переболели ковидом Потом через полтора месяца заболели гриппом Хотя давно не болели Видимо ослаблен организм Можно ли между вакцинациями от ковида Делать прививку от обычного гриппа? Можно И мало того Можно даже в один день в разные плечи Это официальное разрешение Минздрава То есть на сайте Минздрава Есть об этом официальное заявление И в инструкции к спутнику Тоже это теперь указано Что можно вводить одновременно Обе этих вакцины Можно разносить по времени Ничего страшного не произойдет Третья доза Модерна Можно прививаться через 5 месяцев А это зависит от того В какой стране вы находитесь И какие там правила ревакцинации У нас полгода Например Если вы привились здесь у нас Скажем двумя спутниками И поехали за Модерной Это одна история Если вы привились двумя дозами Модерной На месте и ждете третью Это другая история Каждая страна идут по своему пути Но вот эти примерные полгода Они где-то так По всему миру примерно По каким причинам могут дать Медотвод от прививки Где какие анализы нужно сдавать До вакцинации Чтобы понять делать или нет Значит если у вас есть Какие-то состояния Которые являются Медотводом от вакцинации Вы поймете это без анализа Либо вы будете находиться Под наблюдением у этого врача Либо вы были в стационаре Либо еще что-то в этом роде То есть это то Что имеет четкие клинические проявления И вы их не пропустите Ни при каких обстоятельствах Просто потому что Например Самая распространенная причина Медотвода на сегодня Это анафилактический шок Предшествующий То есть если у вас в жизни Был анафилактический шок Вы об этом знаете Это без вариантов И вот он является Действительно противопоказанием А остальные противопоказания Которые временные Например Это острая фаза Инфекционного заболевания Вы о нем тоже будете знать Либо обострение хронического Опять же вы его тоже не пропустите Никаких специальных анализов Именно по этой причине Делать не требуется Может ли тяжесть Постковидных синдромов Влиять на то Как организм перенесет вакцину Нет Это между собой Не соотносится Переболел ковидом Лежал в Крылатском В госпитале И четырех ПЦР Тестом не было Ни одного положительного Почему Здесь есть несколько вариантов Во-первых Вы могли попасть Уже в той фазе заболевания Когда вирус в организме Элиминировался Что называется И в госпитале Устраняли уже последствия Его визита Первое Второе Не исключено Что выделялось Такое маленькое количество Что оно не определялось Даже тестом ПЦР Ну и третье Маловероятно Это у тех людей Которые брали у вас мазки Были кривые руки Это к сожалению Тоже работает Человеческий фактор Но хотелось бы надеяться Что это не так Как понять Когда прививаться Если официального диагноза Не было Ввиду невозможности Тестирования Смотреть по антителам Нет От предположительного Времени переболевания Откладывайте два месяца Вот уже более чем достаточно Почему коронавир Используют только в России И нет доказанной эффективности Выдают каждому первому Ведь он токсично Обладает тратогенным эффектом А не только в России В мире К сожалению По нему тоже Довольно много работ Его довольно активно Используют Это фавиперавир Он называется Международное Патентовное Номинование И вот только сейчас Его разработчик Выложил результаты Третьей фазы По ковиду Как раз И сказал Что ребята Мы не смогли Мы продолжать Не будем Это дело И будем переключаться На разработки Других препаратов Ну а здесь Его уже произвели Как вы понимаете Зарегистрировали Он есть в рекомендациях Бюрократические Особенности Поэтому мы его Просто не используем Даже если вам его Выдают Вы правы У него слишком много Побочных эффектов У него действительно Огромное количество Всяких ограничений И прочего Прочего Но клинический эффект У него не доказан Возможно Возможно ли вакцинация При аутоиммунном заболевании Да Если да Какая вакцина Более безопасна У нас есть Только два варианта Это либо спутники Либо ковивак Ковивак вы сейчас Вряд ли найдете Так что спутники Здесь Как бы мы выбираем Из того что есть И для пациентов С аутоиммунной патологией Они нормальные Они хорошо переносятся Без вариантов То есть Есть заявления Всех профессиональных Организаций И по онкозаболеваниям И по аутоиммунным Заболеваниям По системным заболеваниям По всему остальному Они все в один голос Говорят Да Что да Наших пациентов Нужно прививать Потому что ковид Для них гораздо Более опасен Единственное Что При помощи врача Который вас ведет Нужно подобрать Окно возможностей То есть Нельзя например Вакцинироваться На фоне приема Моноклональных антител Или метатриксата Или кортикостероидов Или прочих препаратов Которые влияют На иммунный ответ По одной простой причине Не сформируется Этот самый иммунный ответ Это иммуносупрессанты И поэтому Да И на прививку Не будет выработан Нормальный ответ Человек останется Незащищенным И это Главная опасность Не в том смысле Что вакцина Сделает такому человеку Хуже Имеется ввиду По состоянию его здоровья А именно Что она его не защитит То есть Он будет привит Он будет считать себя Привитым Но на самом деле Иммунного ответа не будет Поэтому при такой Патологии Нужно в обязательном порядке Найти окно возможностей Когда конкретно Прививать Правдива ли информация О том Что векторные вакцины Могут спровоцировать Серьезное заболевание Вроде онкологии Через 3 года Или 5 лет после вакцинации Нет Это если очень коротко А если чуть-чуть подробнее То это обучающий материал Для иммунитета Причем Абсолютно естественный Мы каждый день Сталкиваемся С миллионами антигенов То есть Гораздо больше За один день Наш иммунитет Контрактирует С антигенами Чем за Вот мы возьмем Все прививки в жизни Вот Все прививки в жизни Там гораздо меньше Этих самых антигенов Чем мы за один день Сталкиваемся самостоятельно И наш иммунитет Так работает Это его Нормальная работа Изучать антигены Вырабатывать Против них иммунный ответ Это норма Так должно быть И все это Разбирается Сразу на запчасти То есть Максимум Какие побочные Явления Могут быть После вакцинации Отдаленные Они касаются 2-3 недельного Периода И все Собственно говоря Потому что там Следов вообще Не остается Ни от носителя От самого То есть от вектора Ни от той информации Которую он с собой принес Все уничтожено И разобрано До мельчайших оснований Вот после ковида Мы не знаем Возможно ли Отдаленные последствия Я не исключаю Что возможно Просто потому Что там такой погром Был устроен Во всех органах И системах Что есть такие Ну Предварительные Понятно что Оценки Что ковид отбирает У человека Примерно От 1 года До 10 лет Ожидаемой Продолжительности Жизни Изучали правда На госпитализированных Но тем не менее Цифры удручающие Я бы сказал Вакцина Как раз Позволяет Этого Избежать При ИБС Гипертонии Нет противоказаний К вакцинации Нет Ни ИБС Ни гипертония Не является Противопоказанием К вакцинации Мало того У меня Гипертензия К сожалению Я еще и участником Клинических исследований Был То есть Это не было Противопоказанием Даже для включения В экспериментальную группу Например Большое спасибо За информацию Пожалуйста Может ли быть Ковид Проявляется Уже третий раз За последние Два года Странный кашель Делаю тест Негативный После вакцинации Последний кашель Длился около Недели До месяца Ну как вы понимаете Другие ОРВИ Тоже никуда не ушли Да Немножечко изменилась Их структура Но ОРВИ Все еще присутствует Есть парагрип Например Он примерно так Как вы описали Проявляется Есть аденовирусы Есть масса других вирусов Которые Еще раз повторюсь Их около Двухсот Этих возбудителей И они тоже В человеке присутствуют Не исключено Что это была Какая-то из ОРВИ Ковид Вак и спутник Одно и то же Нет Это принципиально Разные вещи Я об этом рассказал Квивак Инактивированная вакцина Спутник Векторная Если есть хронический Гоморит Тензелит Прочее-прочее Не обостряется В холодное время года Считается ли это Основанием для медотвода Или нет Если это обостряется С повышением температуры Например Естественно Не является Если без Не является Какой срок должен пройти После единоразового Приема кортикостероидов Перед вакцинацией В принципе Можно посмотреть В инструкции К лекарству Период полувведения И потом посчитать Период полувведения Вот этого Более чем достаточно Разовое Это не иммуносупрессивная Я бы так сказал Доза Да То есть это все-таки Применение По другим немножечко Причинам По другим показаниям По всему остальному Для иммуносупрессии Кортикостероиды Применяются длительно То есть неделями Пневмоний Пневмококковых В том числе И Синуситов Атитов И прочих 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 вещей Так Ура Давайте мы уже будем заканчивать Да После того как переболел ковидом Ночью во сне В носу что-то перекрывает Дыхание Начинаю задыхаться Пока не проснусь И я не осознаю Что можно дышать Как это можно вылечить К какому врачу обратиться Вот Это еще один Очень распространенный Постковидный симптом Именно ощущение Нехватки воздуха Тогда Когда его нет То есть Все нормально Но Ощущение Есть Что с этим делать Пока никто не знает К сожалению К огромному Это Опять же Какие-то сбои Головному мозгу Которые дают команду На то Что нам не хватает воздуха Почему это происходит Как с этим бороться К сожалению Непонятно Влияет ли прививка На репродуктивное здоровье Да Она позволяет Его сохранить Есть ли информации Больше про омикрон Ну Скажем так Ее пока Крайне 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 Мало И Если Кому интересно Я сейчас могу Чтобы не Задерживать вас И не отвлекать Лишний раз Буквально сегодня На радио Спутник Мы как раз По этому поводу Общались Я сейчас в общий чат Скинул ссылку На этот ролик Там Полчаса Примерно Ну как раз Все Все рассуждения На необходимую тему В общем чате Сейчас Оп Вот Я вкинул В общий чат Можно Сходить Посмотреть Почитать Так Это я ответил Это я ответил Да Пожалуйста Я старался Новость вышла Что Робидол доказал Нет Влияет ли группа крови Нет На этом На этом все Так Ну я надеюсь Что все-таки Еще раз Вам это было Полезно Потому что Ну мало Ответить Вопросы Нужно все-таки Наверное Дать вам еще Ориентир Считаю Что это важно И Действительно Ориентироваться На правильные источники Это то Что сейчас требуется На работе Медучреждения Заявили Что анафилактический шок Не является Противопоказанием Как быть Открываете инструкцию По медицинскому применению Препарата Конкретно Спутника На сайте Государственного Реестра Лекарственных средств И там Черным по белому Написано Противопоказание Первая же строчка Анафилактический шок Причем Не уточнен ГНС То есть Не указано Что конкретно Вернее я вру Первая строчка Гиперчувствительность Компонентам вакцины А вот вторая Анафилактический шок В анамнезе Любой То есть Там не уточнено На этом Сегодняшняя встреча Завершается Спасибо вам большое Особенно за вопросы Особенно за то Что они были по делу То есть Конструктивные Надеюсь Вам и Остальные Лекции Этого цикла Пригодятся К сожалению К огромному Я бы хотел рассказать Про что-нибудь другое Честно Про котиков Про алкоголь Про кофе Или еще Про что-нибудь Но приходится Рассказывать Про коронавирус Не болейте И всего хорошего До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...